Временный стационар для больных COVID-19, созданный на базе конгрессно-выставочного центра в Кубинке, уже функционирует. К работе с пациентами привлечено более 600 военных медиков. Тимур учится на втором курсе военно-медицинской академии имени Кирова. Говорит, что приехал, как и все, исключительно по своей инициативе, а перед этим прошел спецобучение. Это бесценный опыт для любого врача и того, кто хочет стать врачом, как конкретно меня, курсанта, получить новые навыки. Также из центрального и восточного военных округов и академии прибыли врачи и медсестры. Работа будет идти сменами сутки через двое. Всем предоставили средства защиты и за счет гостинично-оздоровительных организаций обеспечили питанием и жильем. Также спецмашины доставляют их на работу и в места проживания. В секторе А и Б планируются для работы специалистов здравоохранения Московской области. С и Д – это наша зона ответственности военнослужащих. На данный момент в секторе А уже находятся пациенты, где работают сотрудники Одинцовской областной больницы. Совместно с ними в этом секторе находятся наши коллеги. Ну и происходит уже совместное взаимодействие налаживается. К приему пациентов почти все готово. Медперсонала, медикаментов достаточно, койка, места подготовлены. Блоки Ц и Д оборудованы как полноценные инфекционные отделения. Здесь ИВЛ, УЗИ, диагностика, ЭКГ, лаборатория и самое главное – КТ-аппарат, который показывает наличие коронавирусной инфекции в легких и степень их поражения. У нас большой резерв коек, все даже по одному корпусу. Все у нас здесь будет 1420 коек, из них 20 будет реанимационных. Соответственно, мы готовы к самому худшему сценарию. У нас сейчас общая мощность коечных фондов по всей нашей Одинцовской областной больнице – 2700 коек. По словам Андрея Фадеева, в настоящий момент пациентов активно и успешно реабилитируют. Остается надеяться на лучшее. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok